приветствую всех на своем канале очень рада видеть вас снова а сегодня мы с вами будем делать расклад в потоке мне нравится благовоние когда мне моя астма не мешает я стараюсь зажигать благовоние сейчас такой период когда я чувствую себя достаточно хорошо а значит могу и зажечь благовонию так беру на всякий случай колоду как я уже говорила в прямом эфире кто его не смотрел в разделе плейлистов есть плейлист под названием прямые эфиры вот последнем эфире я как раз таки объясняла свою позицию говорила что в принципе в потоке я могу читать информацию с поля без карт но используя их все равно продолжаем правда не в таком количестве просто для того чтобы было разнообразие потому что вот мой поток он дает какую-то конкретную одну историю одну информацию описывает вот и ее как правило не так много и вот это вот знаете это тот момент когда почему-то у меня сразу ассоциация идет с пифе когда в принципе она не давала большую информацию это было там не знаю двустишье либо четверостишье вот и были жрецы которые потом интерпретировали эту информацию так вот у меня примерно такое же ощущение что идет какая-то достаточно скудная информация вот и дальше идет лишь вопрос ее интерпретации когда я еще использую дополнительно карты и они мне как будто бы не знаю как-то вот обогащает этот поток обогащает эту информацию именно по этой причине не плюс ко всему мне надо зацепиться за что-то вот и поэтому я вначале использую карты и это нужно только лишь потому что я не являюсь медиумом медиум входит в контакт не знаю с духом входит в какое-то энергетическое поле я туда считывает информацию я не являюсь медиум поэтому у меня такого навыка нет и так позиции голубой красный зеленый камешек 1 2 и 3 позиция вот и мы давайте с вами приступим и так позиция номер один голубенькие камешек посмотрим что нам тут хочет рассказать поток десятка кубков хочется сказать что знаете грядут перемены 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 вашей жизни которые будут вас радовать здесь ощущение того что вы их не ожидаете готовность есть а это очень напоминает на то что когда-то о чем-то вы очень сильно мечтали вы этого хотели но в какой-то момент то ли забыли о своем желании какой-то своей мечте то ли как-то уже не то чтобы разочаровались но не верите в том что в то что это случится вдруг неожиданно это происходит здесь ощущение того что это хорошо забытое что-то идущие из прошлого какое-то такое желание либо какая-то ситуация и вот перемены как раз таки связаны с тем что будет какой-то такой момент какой-то случай ситуация вашей жизни когда что-то реализуется и здесь будет вот это ощущение наполненности эмоционального какая-то вот есть на радость радость что-то такое неожиданное и это повлечет за собой какие-то изменения вашей жизни то есть это в дальнейшем как будто бы не знаю повлияет на ваш характер какие-то изменения повлияют то есть вы станете более уверенными более станете другим человеком я не могу это другое описать здесь появится с одной стороны какая-то холодность но холодность это не в плане защиты а в плане того что знаете вот когда человек спокойный когда он уверенный в себе он не совершает каких-то лишних телодвижений вот здесь вам придаст какую-то силу здесь у вас появляется вы как будто бы обретаете какую-то новую силу и вот эти изменения здесь как знаете как по накатанной это по увеличению то есть вроде бы что-то случилось да какое-то ваше желание как будто бы реализовала и это придало вам уверенности вы внутри себя как-то поменялись и это запустило какую-то цепную реакцию под по цепочке то есть ваша уверенность она стала влиять на например презентацию себя в этом мире в разговорах с другими людьми то есть дальше дальше больше то есть все начинает здесь меняться и это вот как раз таки связано с тем что вы даже это не ожидаете а в дальнейшем вот это как будто вы какая-то вот отправная . такая в дальнейшем будет перемены что будет предшествовать не ощущение такой знаете что не то чтобы разочарование вот какое-то спокойствие какое-то затишье вашей жизни когда казалось бы уже знаете вот ну все уже стабильно в принципе все что я хотела либо то что я хотела мне своей жизни я уже имею мне принципе уже больше ничего не надо вот вы как будто бы знаете то ли отпускаете что ли здесь присутствует такая такое расслабленное состояние когда человек себя ощущает удовлетворительно то есть мне уже больше в жизни ничего не надо вот здесь вот что-то такое то есть у меня уже все есть на мне хорошо я просто хочу жить даже не про наслаждение ощущение того что вот вы уже наполнены и если вам еще что-то дать это будет уже присыщение и поэтому в этом состоянии вы живете проживаете работаете все у вас хорошо и вдруг нежданно-негаданно как будто бы что-то изменится это будет наполнять то знаете вот это вот изменение она как будто бы как некая такая ваза которая наполнена водой и вдруг ее пошатнули и какая-то часть воды вылилась тем самым образовалась место для того чтобы что-то новое появилось в вашей жизни и вот это вот перемена здесь как что здесь какая-то радость идет большая радость это не какая-то мелочь здесь что-то такое о чем вы уже забыли о чем вы уже не ожидаете что это случится о том что как-то вот нежданно негаданно свалилась на вашу голову это счастье и и здесь нету ощущение того что вы как-то с одной стороны конечно же удивлены но здесь нету такого что вас застали врасплох вы как будто бы здесь то есть вам вас вам с этим как-то так хорошо и вот это наполнение эти энергии они какие-то такие новые и вот у вас знаете недавно я слушала в одной книге был такой фрагмент о том что один человек науки вот вы вышел в отставку и стал очень быстро стареть и заболел потому что ощущал себя ненужным этому миру и вдруг неожиданно приходит к нему внук и говорит о том что ты знаешь вот мы какой-то проект там делаем и твое присутствие оно важно то есть ты должен как-то вот я не знаю как то что там организовать передать какую-то информацию и вот у тебя условно говоря берут на пол вставки и за какой-то период короткие этот человек очень быстро изменился у него появился смысл жизни да то есть он быстро пошел к врачам вышла нашел лечение до начал собой заниматься потянулся помолодел стал за собой ухаживать сменил свой гардероб почему потому что неожиданно стал нужен кому-то да то есть его знание он нужен то есть получилось какое-то вот ну признание что ли вот здесь вот что-то такое что-то такое неожиданно произойдет ваши жизни и вы как будто бы радость ощущается с тем что вы станете востребованы и нужны этому миру Здесь у меня такое чувство, что вот как будто бы вы, не знаю, улыбаетесь миру, мир улыбается вам. Такой, знаете, с такой улыбкой человека, понимающего такого любящего родителя, который смотрит на вас и улыбается. Это когда ребёнок хочет какого-то подарка, и папа говорит, у меня нет денег, мы тебе не можем купить. И вдруг наступает день рождения, и ребёнок получает тот подарок, которым он просил. И ребёнок так, папа, ну ты же говорил, что нет денег. И он такой, знаете, стоит, улыбается, и типа, ну так было задумано. Вот здесь что-то такое аналогичное в вашей жизни случится. И с одной стороны недоумение, а с другой стороны улыбка, радость, удивление, восхищение. Здесь куча, вот десятка кубок, она краски описывает вот эту вот всю гамму, весь этот спектр того, что вы проживёте. Но самое удивительное, это не то, что вы будете проживать в этот момент. А самое интересное, это то, что вот эта вот ситуация, она как будто бы очень сильно изменит вашу жизнь. Не то, чтобы это будет кардинальная перемена, но это вот как будто бы будет что-то такое другое, что-то новое вам откроется. То, чего вы ранее как будто бы мечтать не могли. Это что-то такое новое, что, не знаю, вот эта ситуация, она внутри вас поменяет как-то вот ваш характер. Ну вот, например, когда женщина такая в теле, и она неожиданно решает взять ответственность за уход своего тела, да, и начинает совершать какие-то действия для того, чтобы прийти в нормальную человеческую форму, да, то есть бросить лишний килограмм, как-то ухаживать за своим телом, смотреть, чтобы тело было подтянутое, спортивное, правильно питаться, там, и так далее, и так далее. И вот когда она достигает какого-то своего результата, она смотрит на себя в зеркало, ей нравится результат этот. И как следствие, конечно же, первое, что она сделала, это она должна будет сменить гардероб, потому что все-таки размеры уже другие. И вот этот новый гардероб, новое внутреннее ее ощущение, да, в новой одежде, что она уже чувствует себя притягательной, она чувствует себя сексуальной, она чувствует себя красивой. Вот это вот новое состояние внутри нее, то есть внешнее это вот то, что она действия совершала, но внутри что это ей даст? Это придает ей какую-то уверенность, да, вот в плане того, что не все потеряно, да, что теперь начинается новая жизнь, теперь ты уже не будешь каким-то вот таким, знаете, изгоем как будто бы, а ты будешь принят вот в эту общину какую-то, да, общину под названием мир, под названием жизнь. То есть вот здесь что-то аналогичное будет происходить. Больше я не буду здесь ничего говорить и карт не буду вытаскивать, потому что здесь вот прям такая конкретная ситуация в потоке описана. Нет, не получается, да, надо еще, хорошо, еще так еще. Что еще? Здесь как будто бы, знаете, будет такой момент. С одной стороны, произойдет в дальнейшем уже, когда вы придете вот к этому состоянию удовлетворения, принятия себя и своей собственной жизни, исходя из тех перемен, которые у вас случатся в вашей жизни, наступит момент какого-то взросления. То есть здесь взросление будет... У меня такое ощущение, что вот эта, вот эта вот ситуация, которую я описывала ранее, она вам дана как будто бы свыше как подготовительный этап того, что вас ожидает. Ожидает вас что-то такое, знаете, серьезное, когда вы должны будете нести ответственность за последствия какого-то вашего выбора. То есть как будто бы вас потом подготавливает к чему-то такому серьезному достаточно. Это неплохое. А серьезное в плане... А, я не знаю. Ну, допустим, вам дадут какой-то там... Вы займете какой-то пост, да, либо как-то сменится ваш статус. И вот хочется сказать, что вот если бы вот этого, вот этой ситуации не было, то туда вам не был бы вход. То есть это вот какая-то еще большая, еще высшая ступенька. Вот, но туда как будто бы вход в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, он вам воспрещен. Да, то есть вы не того полета птичка. И вот здесь что-то должно измениться, вот то, что я говорила, для того, чтобы вот вы потом как-то доросли. И в дальнейшем вам что-то дадут такое достаточно серьезное, но и будут спрашивать с вас по полной. Я не знаю, что здесь такое может быть. Но мне почему-то идет больше, скорее всего, это вот как-то либо это про духовный рост, что-то связано с какими-то возможностями, способностями. Либо это как-то больше связано с профессиональной вашей сферой. То есть здесь больше про социум, здесь не про личную жизнь. Здесь какая-то большая ответственность идет. Я не знаю, о чем здесь. Но здесь вот как будто бы какое-то такое, что-то такое серьезное. Серьезное. Вы понимаете, мне показывают какую-то дверь, ступень, и люди в черном стоят. То есть как аллегория, олицетворение, ну вот как охранники. То есть кого охраняют охранники? Они не охраняют, я не знаю, простого смертного. То есть есть какая-то причина, почему этого человека охраняют. Вот что-то здесь такое, что-то серьезное. В какие-то вас серьезные круги впустят. Но туда вы как будто бы не то чтобы знаете, а вот вы интуитивно понимаете. Я не знаю, это не то, что вы как-то запланировали. Но здесь вы интуитивно должны понимать, что туда вас ведут. Это вот какая-то серьезная организация. Что-то такое серьезное. Общество какое-то. Какой-то закрытый клуб. В общем, туда, к простому, как говорится, смертному, он даже, понимаете, не то, что там дверь закрыта. А он это просто не видит. Здесь ощущение того, что, знаете, вот бывают какие-то VIP-клубы. То есть вы заходите вроде бы как простой обыватель. И не видите, что есть какая-то дверь закрытая, да. А за ней там как будто бы другая жизнь. Для других людей, для других интересов. Вот здесь как будто бы вам доступ к этому VIP будет открыт. Теперь все. Ну ладно, все так все. Как мне скажут, так я и говорю. Так, это была первая позиция. Позиция номер два. Красненький камешек. Двоечки, добро пожаловать. Смотрим вас. Что вам здесь в потоке скажут? Что вам нужно знать сейчас? Что вам нужно знать сейчас? Годзетные семьи, да. Ну вот здесь как будто бы дети. Они все кричат. Они все что-то между собой о чем-то спорят. Что-то договариваются о чем-то. И это очень громко. Это очень шумно. Знаете, это в той категории, как это два пацана набили друг другу морду, да. А потом объялись, все, пошли дружить, да. Пошли. Вот здесь что-то такое. То есть здесь нету ссоры с какой-то корыстью, да. С целью как-то вот обидеть что-то. Нет. Здесь скорее всего такое, знаете, соревнование, что ли, самоутверждение. Один за счет другого. Но при этом обе стороны знают, что вот идет какое-то внегласное, что ли, соревнование. Почему мне это показывают? Я не могу понять, то ли это какая-то аллегория, которая касается вас. То ли вы находитесь сейчас в какой-то такой ситуации, где есть... Может, тогда почему-то очень присутствует много детей. И не обязательно это ваши дети. Я не знаю, как вот в детском саду бывает много-много детей. Ну вот как минимум человек 5-7. И они все чего-то хотят. Чего-то они между собой кому-то что-то доказывают. Но почему это показывает вам, для вас, не могу понять. Это, скорее всего, описывает вас ваше мировосприятие. Потому что вы пола иерафант, как, знаете, человека, что вы себя, возможно, сейчас ощущаете, как некая такая марионетка. Да, что как будто бы вот вы покинуты высшими силами. Да, как будто бы они вас не сопровожают на вашем пути. И у вас такое ощущение, что вот вам надо самостоятельно что-то пробивать. О чем-то, кому-то что-то доказывать. Такое чувство вот именно покинутости. Да, что вот я все сам, я все сам. Но при этом вот это вот все сам, оно как будто бы не помогает вам. Не знаю, здесь ощущение какой-то пустоты. То есть до какого-то определенного момента вы чувствовали, что у вас был какой-то учитель, который вас вел. Я имею в виду с тонкого плана, да, какие-то силы, которые вас вели. Либо учитель, который вас вел. А сейчас как будто бы наступила такая пустота. И вот вы не понимаете, какие-то, знаете, вот какая-то потерянность, растерянность, может быть. Я не знаю, как мне себя дальше вести. То есть куда мне идти. У меня такое ощущение, что вот как-то вот взяли, неожиданно бросили в какую-то новую среду. И как в ней адаптироваться, как в ней выживать. То есть вот представьте куклу-марионетку, которой отрезали ниточки, за которые ее дергали. И она уже настолько, хочется сказать, атрофировалась, что самостоятельно не в состоянии руку поднять, либо совершить какое-то действие. Потому что вот как будто бы, знаете, как-то вот смирилась с ситуацией. И все, что вот мной кто-то управляет, манипулирует. А тут вдруг взяли и обрезали эти провода. И кукла вот в недоумении. В плане того, что у меня задача-то была быть марионеткой. А сейчас, если мной никто не управляет, да, нити обрезаны, значит, я должна как-то самостоятельно жить. Либо я уже никому не нужная, потому что, ну, как марионетка, уже не нужна, не рабочая. Вот здесь вот какая-то такая потерянность. И поэтому я вижу вот этих детей, да, то есть дети – это вот как олицетворение какой-то управляемостью, да. То есть ими управляют, потому что они незрелые. А с другой стороны, как же мне быть сейчас, да, вот, я не знаю, в какой-то такой ситуации. То есть как мне себя повести? Это абсолютно новое какое-то для вас такое ощущение, вот, не то чтобы взрослости. Вы еще вроде бы и до взрослого не доросли, и в то же время уже не ребенок, да. А вот как будто бы такое ощущение, как какой-то юнец. То есть меня из общества детей выгнали, а в общество взрослых еще не приняли. И вот какая-то такая, знаете, вот вы ходите по улице, бредете, вот, с пустым каким-то таким взглядом, в недоумении, а что теперь, а как мне быть, а что мне делать, куда брести. Вот какое-то такое здесь состояние идет. А для чего мне это показывают, я так и не поняла. А, это потому что у вас аркан мира, это потому что у вас завершился какой-то этап, и здесь вот вам как раз-таки показывают вот эту вот перемену, для того, чтобы через этот образ вы увидели себя, для того, чтобы поняли и определились, как вам дальше жить. То есть, что вам придется самостоятельно делать, совершать какие-то действия. То есть вы уже не ребенок, которыми управлять. Здесь хотят до вас донести информацию о том, что вы вправе теперь жить по-другому. Скорее всего, когда вы были марионеткой, вы как будто бы, ну, не знаю, желали, вот, как этот, Баратино мне идет, фильм, либо мультик Баратино, там, где они на сцене выступали, да, Пьеро, вот, Мальвины, и ими как-то вот управляли. И они мечтали о том, что они будут свободны, что они могут жить так, как они хотят. Вот вам сейчас как будто бы дали эту свободу, а вы не ожидали. Вы не ожидали, что так случится, и как будто бы вы, знаете, это из той категории, что бойся о своих желаниях, они имеют свойства сбываться. Вот у вас как будто бы вот этот процесс сейчас произошел, да, то есть завершение произошло, и теперь вам говорят, оживи теперь как хочешь. И вы вот не знаете, а как, а как теперь жить. И здесь так интересно, какой-то вот здесь подвох присутствует в плане высших сил о том, чтобы, знаете, подвох с целью, что вот ты хочешь, мы тебе даем, да, то есть как будто бы, не то чтобы они как-то вот вас наказывают, а здесь как будто бы что-то они хотят вам показать, что иногда лучше, лучше быть этой марионеткой в плане того, что как-то вот, я не знаю, безопасно что ли. То есть как будто бы в этом есть какая-то позитивная сторона, а вы как маленький ребенок, как бунтарь, говорите, нет, нет, я хочу жить самостоятельно. И вот вас мама, значит, отпускает вашу ручку и говорит, хорошо, переходи дорогу самостоятельно. А вы привыкли все время как будто бы, я не знаю, что-то требовать, как-то сопротивляться, вот это вот какая-то такая модель поведения бунтарства, да, о чем, да, просящие, требующие. И в какой-то момент как будто бы мама любящая разозлилась и говорит, окей, хочешь, иди сам, переходи дорогу, а я буду стоять и наблюдать. И вот ребенок он не знает, потому что он как будто бы всю свою энергию тратил на то, чтобы что-то просить, сопротивляться, возмущаться, да, как-то пререкаться с мамой, доказывать, что вот я уже взрослая и все такое. И мама вдруг сказала, что мне не надо ничего доказывать, покажи. И вдруг вы неожиданно развернулись и стали смотреть на этот мир, что, а действительно я теперь в этом мире пойду? То есть, а как? А что я теперь делать-то буду? Я к этому не подготовлен. И вот здесь в этом есть какой-то урок, какой-то урок. Здесь как будто, вы знаете, еще ничего не предопределено вот с вашей дальнейшей судьбой. То есть, если вы выживете, это хорошо, а если не выживете, вы как будто бы сами будете проситься о том, чтобы снова стать марионеткой, да, чтобы ребенок сам подошел, взял маму за руку и сказал, мама, теперь переведи меня через дорогу, я самостоятельно не могу. Конечно же, мама обижаться не будет. Вот, она просто улыбнется, скажет, что я тебя люблю и переведет вас через дорогу и дальше будет продолжаться. Но вот в этом есть какой-то урок для вас. Я не могу понять, что это за урок. Да, в принципе, мне говорят, тебе не надо понять, тебе надо просто вот эту вот информацию донести. Я не знаю, с чем это связано, вот все, что я вам описала, но здесь вот какой-то такой смысл. Этап, знаете, это как некая такая сортировка, да, что если действительно кто-то вырос, значит, его пора отпустить в свободную жизнь. А если нет, то снова зайдем на новый цикл, на новый этап. Аркан мира говорит о завершении, да. То есть вы как будто бы, знаете, как какая-то капля, которая все время доказывала всем, что я такая индивидуальная, индивидуальная, и не хочу я впадать в этот океан, чтобы стать частью океана. Потому что я как будто бы боюсь утратить свою индивидуальность. И говорят, окей, не хочешь, живи одна. И вы, оп, и испарились, и нету капли. А есть другая капля, которая скажет, ну окей, да, буду пробовать теперь жить в этом океане, стать частью его. То есть тоже интересный какой-то опыт. Я же все равно себя, ну, сознание-то, оно присутствует. Я же себя не потеряю. Формы изменю. Но суть-то свою я не утрачу. Я ее, наоборот, обогащу с присоединения с другими каплями, да, с другой информацией, с другими сутями. Вот, так как как-то так об этом. И не знаю, что здесь, о чем. Когда в потоке читаю, я вообще ничего не понимаю. Вот, поэтому, ну, надеюсь, вам-то это будет понятно. Что-то еще нужно ли здесь говорить? Нет, мне говорят, ничего не надо. Поэтому, ну, вот такая информация. Кто понял, он что понял, хорошо. Позиция номер три. Так, троечки, смотрим, что скажет поток для вас. Работа, работа и снова работа. Пятерка педаклей. Холодно, снова какие-то кризисы проходите. Хочется сказать, что за фигня, да, сколько такое уже можно. Сколько можно уже быть в этом кризисе. Но вот вы как будто бы здесь что-то не можете усвоить. Что вы здесь не можете усвоить? Здесь как будто, говорит, работа, работа. Что с этой работой связано? Что за работа? То есть это работа в профессиональной сфере, либо это работа над собой? Работа над собой, хорошо. Что здесь? Здесь, понимаете, здесь какие-то изменения нужны. Вы настолько привыкли быть, знаете, как, хочется сказать, служить в МЧС, что когда вы уже выходите на какую-то свою гражданскую службу, вам некомфортно, да, то есть вы везде как будто бы ожидаете, что вот, я не знаю, где-то пожар будет, где-то, там, я не знаю, что-то сломается, где-то какая-то неожиданная экстренная ситуация с террористами. Вот здесь ощущение того, что вы постоянно в каком-то напряжении находитесь. Вы постоянно привыкли как-то вот бороться, бороться за что-то, с чем-то. В какой-то вот вы экстремальной ситуации постоянно проживаете. И здесь говорят о том, что пришло время, чтобы это все изменить. Да, то есть вот, знаете, как люди, я не знаю, военные, да, вот они, мне кажется, всю жизнь остаются военными. Они даже на гражданке не могут быть, вести себя как, я не знаю, как мирные люди, что ли. У них все время вот этот вот навык вырабатывается, да, автоматизм, становится неотъемлемой частью их жизни. Вот здесь что-то такое. То есть вы настолько себя загнали в какие-то такие, не знаю, дисциплины, какая-то строгость. Вот как-то вот, как медики, да, которые, я не знаю, работают в реанимации, работают в горячих точках. Вот они постоянно находятся в какой-то готовности, да. Либо когда дежурят постоянно, какие-то люди их привозят, там надо что-то с ними делать, проводить какие-то операции. Вот вы все время вот в таком напряжении. И вам говорят уже, что здесь это не совсем правильно, потому что приходит до какого-то изнеможения. То есть уже так жить нельзя. И вот вам говорят о том, что, вот по семерке здесь педаклия такая интересная, здесь как будто бы вот этот образ жизни, он настолько впитался в вас, что он начинает вас разрушать, понимаете. Это как человек, из которого начинают прорастать корни деревьев, дерево. То есть дерево, оно прорастает уже своими корнями, впитывается в человека. Почему? Потому что человек начинает гнить изнутри, в нем уже нет жизни, да. Он уже превращается в некий такой, вот некое удобрение, да, для растения. То есть вот дерево, оно как будто бы поедает. То есть что-то есть такое, что внутри вас оно начинает вас съедать. И вам говорят, что так больше не нужно. Обрати внимание. То есть этот процесс, он может быть обратимый, но если вы что-то начнете делать по-другому, потому что если вы будете продолжать жить так, как вы живете, это закончится очень плачевно, да. То есть это хорошим чем-то не завершится. Вот вам нужно увидеть этот момент. Вам это показывают. Что еще здесь хотят показать? Резер Педагли. Здесь как будто бы какой-то, знаете, не знаю, трудоголизм, трудоголизм человека, который, хочется сказать, помимо материи, вот как будто бы ничего не видел. Здесь слишком такая... Две стихии. Воздух и земля. Это холодная пещера. Пещера, да, каменистая. Это камень, это земля. А воздух, это холод. Вот здесь олицетворение какой-то вот именно холодной пещеры, в которой ничего не прорастает. Вот здесь этот образ, эту метафору, как раз-таки говорят, что вы обратили на нее внимание. Я не знаю, касательно какой сферы здесь может быть. У каждого свое... Но суть заключается в том, что вы довели себя либо какую-то... Да, себя... Здесь не ситуация. Вы себя довели до этого состояния, когда вы превратились в холодную пещеру, в которой нету жизни, понимаете. Там нету воды и нету огня. Две важные составляющие энергии. То есть нету огня жизни и нету воды, нету эмоций, нету чувственности, нету... И та, и другая дает жизнь. Вот как будто бы этого вам не хватает. Да, какой-то радости здесь как будто бы не хватает. Что еще? Сказала, радости не хватает. Выпадает 30 шестлов. Движение. Вот не хватает какого-то движения вперед в вашей жизни. Здесь какой-то застой. Вот обратите внимание на этот застой. Не хватает. Еще одна карта говорит о статичности, о каком-то, знаете, затяжном-затяжном периоде, когда присутствует... Знаете, такое ощущение, человек, который только работает. Без выходных, без перерывов, без отпусков. И причем работает это не то, что работает там месяц, а работает долгое-долгое время. И ему говорят о том, что вы стали уже, знаете, как превратились и в робота. Хотите быть роботом? Окей, ваше право, ваш выбор. Его никто не отменял. Но если вы хотите быть человеком, вам необходима жизнь. Вам необходимо что-то другое. Вот здесь просто информация идет о том, что нужно на это обратить внимание. Вам необходим какой-то уход за собой. Да, вам не хватает, папажу Железлов, вам не хватает какого-то нового начинания. Здесь вопрос даже не в страхах. Вы понимаете, страх это тоже эмоция. Вы не способны даже эмоцию страха испытывать на данный момент. Вот здесь вот ощущение какого-то, знаете, человека, контуженного после войны, который прям просыпается по ночам, и он кричит, потому что он видит эти картинки, которые были во время войны, и они у него всплывают. А в течение дня он ходит какой-то такой, знаете, потерянный. Вот именно действительно человек какой-то контуженный. Поэтому здесь идет метафора именно робота, человека, который работает, он от этого не становится качественным. Его труд не становится качественным. Здесь вы как будто бы застряли в каком-то кризисе. То есть в каких-то своих убеждениях, в каком-то своем восприятии жизни, который уже не работает, он уже отжил. И вот здесь не хватает пожарожезлов, не хватает искры, вот этой вот божественной искры, которая бы хотя бы первично вас согрела. Прежде чем вы вообще куда-то двинетесь, здесь даже не про неуверенность. Здесь, знаете, вот человек, не знаю, может быть, как мать, которая потеряла своего ребенка, и уже, знаете, вот выплакала все слезы, и уже такой, знаете, глаз пустой, стеклянный взгляд, и слез уже нету. И ты понимаешь, что ненормальное состояние психологическое у этого человека, да, то есть человек нуждается в помощи, потому что он замерз. Он замерз, все слезы выплаканы, здесь даже на какую-то другую эмоцию, я не говорю о позитивной, вообще никакой эмоции, да, то есть человека нет. Вот он как, я не знаю, как, ну, попробуйте там, я не знаю, два дня не поспать, три дня не поспать. Вот в каком вы состоянии будете? Какая-то вот нервная система перезагружена, и она уже не воспринимает никакие новые раздражители, она никак уже не реагирует на это, потому что вот здесь как раз-таки такой момент, когда ваша нервная система перезагружена. Не в плане того, что вы достигли какого-то там пика, потому что вас кто-то постоянно тревожит, а в плане того, что ваши органы восприятия не способны впитать какие-то новые раздражители. Здесь очень кризисная какая-то ситуация, здесь может даже срабатывать психосоматика на раз, два, три, то есть здесь болезни тоже могут быть. Если вы действительно болеете серьезно, то это вот как раз-таки следствие какой-то вашей психосоматики, затяжной какой-то кризисной ситуации. То есть если, то, что я говорю сейчас, сейчас вам никак не откликается, это не про вас. Здесь какая-то конкретная должна быть ситуация. И вам говорят о том, что пришло время это как-то изменить. Вы как будто бы на грани сейчас находитесь, да? Либо вы живете, либо не живете. Ваш выбор. То есть эта информация очень серьезная, она вам говорит, что если хотите жить, надо что-то менять. Если не хотите, то вы в этом направлении и двигаетесь. То есть вы вот прям на грани. Интересно. Почему такую серьезную информацию мне сказали? Потому что вы был дьявол, да? Это вот как раз-таки какой-то вот очень важный урок в вашем развитии. Эта информация, она как раз-таки поспособствует как-то вот вашему духовному росту. После, знаете, вот здесь такое ощущение, что после таких ситуаций происходит какое-то вот кардинальное изменение. Например, человек может сменить работу, сменить профессию, бросить, например, быть военным и пойти, я не знаю, в сельское хозяйство, да? Спахивать землю или еще что-то. То есть вот здесь такое ощущение. То есть вот этот рубеж, на котором вы сейчас находитесь, в принятии решения, да? Причем здесь вот самое интересное, что рубеж, с которым вы столкнулись, он прописан по вашей судьбе. А то, что вы примите решение, какое, вот именно какое конкретно, здесь не прописано, но есть вариативность, есть развилка двух исходов пока. Пока двух исходов, то, что вы выберете. В дальнейшем опять это будет все развиваться, вот эти вот развилки, да, разветвление будут происходить. Но здесь по дьяволу здесь должно произойти какой-то очень, какой-то очень сильный прорыв в вашем сознании. Здесь вы как будто бы очень сильно запутались. Где-то когда-то сделали неверный путь, не на ту сторону встали, не то выбрали. И вот здесь пришло время пожинать вот эти вот плоды своего выбора, которые, знаете, вот вам как будто бы разрешили зайти в этот тупик, да? То есть не хочешь слушать? Не надо. Иди туда, куда ты хочешь, и ты увидишь, к чему ты придешь. И вы шли-шли, и пришли вот в этот как раз-таки тупик, в эту безысходность, когда, не знаю, это очень напоминает, знаете, людей зависимости, как, не знаю, наркотики, причем тяжелые наркотики, когда уже вот выхода обратно нет, да. То есть человек уже, ну, он должен, он должен такие силы приложить и о такой помощи попросить, и другой человек, который будет ему помогать, должен настолько захотеть, чтобы вытащить его вот из этого, в кавычках, дна, да даже в прямом смысле дна. То есть вот здесь как будто бы какой-то дух, в этом есть духовный урок, понимаете? Это не просто так. То есть вы к этому пришли не просто так, вас допустили к этому не просто так. Здесь есть вот какой-то смысл, это, знаете, как будто бы человек доходит до какой-то грани, а потом вот он делает поворот на 360 градусов, и вот как будто бы всю свою уставшуюся жизнь он посвящает как раз-таки тому, той, ну, вот борьбе против того пути, который он выбыл ранее. Это, например, как, я не знаю, зависимые люди начинают помогать другим зависимым людям, исходя из своего собственного опыта, да. То есть я понимаю, как это теперь. Вот я теперь, ну, я могу тебе помочь, да. Вот здесь дальше как будто бы люди идут на служение. То есть вы даже не идете на работу, да. Вот этот вот разворот, он может быть потом, когда люди идут в волонтерство, они идут на служение кому-то другому. Да, то есть, ну, не в службу, я имею в виду военную, а они начинают служить, служить людям в таком возвышенном каком-то понятии. То есть дьявол здесь настолько гоняет вот в эту, не знаю, может быть, потом люди идут в религию, верование, я имею в виду, да. То есть начинают прям искренне верить. Ну, вот какая-то, какой-то здесь такой вот рубеж, прям такая очень серьезная информация. Поэтому 100% она не всех подойдет, да, не для всех подойдет на колоде, на дне у меня ту спиндакли. Как раз таки вот в этом есть какой-то шанс. Но это вот духовный какой-то, то это не просто так, знаете, я работаю, работаю, я устал. И вам поток говорит о том, что, а, немножечко отдохни, да, это вот, нет, здесь вообще не про это. Здесь какая-то очень серьезная, серьезная ситуация. Какая-то серьезная ситуация, после которой, если вы ее пройдете, то здесь вот прям будет, здесь даже не скачок, а очень серьезное изменение в жизни, прям вот очень серьезное. Это то, что мы говорим о рубеже, до и после. Жизнь делится на до и после. До и после. Но только жизнь не в плане физической, да, вот здесь вот как-то это очень сильно повлияет, на состояние вашей души, вот что-то. Это очень важный какой-то момент для вашей души, для вашего духовного развития. Не знаю, например, это может касаться практиков, которые вот прям встают на грань выбрать тьму, либо выбрать свет и понимаешь, что, не знаю, такая ситуация очень серьезная. И там, не знаю, только какие-то силы прям свыше, даже не физические, именно светлые могут вас оттуда вытащить, да, вот здесь как будто бы... И за вас, вот знаете, как будто бы никто не борется, ни одна сторона, и ни другая, и ни света, ни тьма. А они придают вам как будто бы право выбрать. Но и обе стоят и ждут, да, вот в какие ряды вы пойдете. Вот здесь что-то такое, здесь какая-то очень-очень серьезная ситуация. Ну, прям именно на грани жизни и смерти. Но это, сразу скажу, это вот как будто бы было прописано, да, то есть душа ваша выбрала этот момент, что вот она встанет перед этим рубежом, и она самостоятельно будет выбирать. Это будет ее выбор исправить свою ошибку, даже не ошибку, а это, понимаете, даже не ошибка, а это очень такой серьезный опыт для душ, которые готовы проходить такой урок, да, то есть вот так не каждая душа на это рискнет, не каждый хватает силы и возможностей. Здесь нельзя сказать, что вот душа как-то себя переоценила. Нет, это было продумано, это было заранее продумано. Это вот как будто бы, знаете, я не знаю, как шанс, как возможность изменить историю, да, вы говорят, вот там, не знаю, какой-то факт исторический, он изменил направление истории, да, вот после этого там, допустим, уступил мир, либо там государство раскололось, либо еще что-то. То есть вот здесь нечто такое аналогичное. Серьезное, очень серьезное, ситуация, я даже не знаю, какой карты вам перекрыть, да, какой лучше, вот, шизыцарем жезлов перекроем. Здесь прям дьявол, но он, дьявол, он такой, знаете, тот, который, да, он, безусловно, как-то искушает, да, здесь идет через негатив, но в какой-то вот плюс сознания, я не знаю, когда маленький ребенок играет со спичками, и вот в какой-то последний момент, допустим, там, сгорелись волосы, либо его ударило током, но был какой-то счастливый случай, и вот спас, спасся этот ребенок. Там, я не знаю, может быть, дом сгорел, но жизнь ребенка спаслась. То есть вот здесь вот прям такое очень опасное на грань. Так, вот такой был поток, даже не знаю, что сказать, такие абсолютно разные позиции. Пишите свою обратную связь, особенно, когда я делаю расклады про поток, я говорил уже, что я вот, ну, по крайней мере, планирую два раза в месяц делать такие расклады. Вот, мне важна обратная связь, то есть касательно чего здесь раскрывается история, пишите. Вот, и не обязательно, чтобы на 100% у вас отыгрывалось, то есть здесь вообще не стоит, у меня в раскладах не стоит задача, чтобы эти расклады как-то вот отыгрывались там на 100%, на 7%. Здесь не про то, как отыгрывается, а здесь про то, что отзывается внутри вас, насколько потом эта информация будет вам полезна, насколько вы потом что-то в себе можете изменить. Здесь вот про это. А то, что отыгрывается, не отыгрывается, это вот, ну, кажется, просто не тематика моего канала. У меня не стоит задача такого рода. У меня стоит задача, чтобы люди начали слышать себя, слышать какие-то вот внутренние моменты, сценарии, которые происходят с нами, осознавать их, понимать. Поэтому информация, она направлена на то, что, насколько то, что я услышал, это поможет мне понять меня самого, а не настолько там отыгралось, не отыгралось. Ну, то есть я более серьезно подхожу к этому моменту, и поэтому у меня расклады не про гадания. То есть я не гадаю это. Гадание – это вот такое легкое отношение, да, давайте погадаем, сбоится, не сбоится, получится, не получится. Ну, типа такой игры некой. Я не играю здесь вот достаточно серьезные вещи, тем более вот я третья позиция про это рассказала. А я с вами прощаюсь. Благодарю вас за то, что вы смотрите, комментируете, ставите лайки, остаетесь со мной. Благодарю новых подписчиков за то, что помогают в развитии канала. Я с вами прощаюсь до следующего расклада. Всем пока-пока.